Какой-то местный Гранд Каньон Мы остановились, чтобы посмотреть, знаете, на что? На местное кладбище Водичка в пустыне на вес золота Ну, здрасте, как можно сравнить Норвегию и пустыню? Речка грязная Скалы все грязные Привет, друзья! Меня зовут Оксана Никитина, она же бредовый зайц, одна же за СБЗ И сегодня мы будем вести репортаж из пустыни Марокканской Которая зовется Сахарак Путешествую из пункта А в пункт Б сегодня Мы доехали, до водохранили еще рядом с городом Эр-Рашидия Водичка в пустыне на вес золота Нужно даже обратить внимание, как тут все очень уныленько Вот наша машинка, которая нас сюда привезла Привет! Вот там живут какие-то чуваки, они могут свозить рыбку половить, как вы поняли Судя по объявлению, которая здесь рядом висит Вот это вот водохранилище питается водами реки Зис Сама по себе река, она очень красивая, но явно не осенью, потому что сейчас она обмелела И не представляет из себя ничего интересного Илья Анатольевич Здравствуйте Какие твои впечатления от езды по пустыне? Такие же, как и от езды по другим дорогам Ну здрасте, как можно сравнить Норвегию и пустыню? Да легко Мы тут кое-что нашли Пошли Какой-то местный Гранд Каньон А внутри этого Гранд Каньона находится Оазис Зелененький, красивенький Краю боимся подходить А вот там внизу, я не знаю, видно будет на том или нет Домики прям в скале высечены Прилеплены Марсианские пейзажи Анатольевич утверждает, что здесь вполне могли снимать марсоходные виды всякие Но вообще, на самом деле, Звездные войны, там многие кадры снимались в Марокко И неподалеку отсюда есть деревня под названием Татуин, как та самая планета Район Тафилальт – это массив, куда входит несколько огромных оазисов А высота каменных стен здесь достигает почти тысячи метров А еще район Тафилальт известен своими финиковыми пальмами Мы остановились, чтобы посмотреть, знаете, на что? На местное кладбище Оно выглядит очень необычно Здесь нет надгробий в привычном для нас понимании Здесь есть камни Тут вот на могилах стоят такие вот мисочки Набитые камнями Есть керамические, есть металлические Зачем в мисочке складывают камни? Наверное, это какая-то местная традиция О которой мне предстоит прочитать У нас цветы ставят, а у них вот камни кладут Ну, наверное, жизнь среди камней Смерть среди камней Все это достаточно символично Смотри, вот здесь очень маленькие они все Да, это похоже детские могилы Думаешь, детские? Их как-то вынесли вот все вперед Вот несколько рядов, маленьких могил А дальше ряды больших Ну, возможно, что и детских Тогда здесь очень высокая смертность детских Моя origins Относительно недалеко от города Уарзазад лежит каньон Дагис. Достаточно глубокий и оригинальные здесь необычные скалы, кругленькие. И мы сегодня здесь будем гулять. Каньон Дагис, конечно, распиарили, но никаких панорамных точек для него не придумали. Мне вот приходится лазить здесь по парапетам, которые огораживают автомобильную дорогу. Чтобы хоть что-то разглядеть, хочу пойти на дальний край и попробовать там что-то посмотреть. Вот отсюда уже вид получше. Внизу видно речку, ту самую Дагис. Но кроме нее не видно практически ничего. Но видно вот долину дальше по дороге. Каньон вообще длинный, поэтому нам еще много чего предстоит узнать. Каньон Дагис смилостивился над нами и пустил нас к себе на дно. Вот тут лежит дорога прямо по дну и вокруг ущелья. Если находить правильное ответвление на каньоне, то можно очень неплохо заглядывать внутрь. Ну как тебе каньон Дагис, Илья Анатольевич? Ну так, скучный он достаточно. Скучный? Ну да. Почему? Ну, речка грязная. Скалы все грязные. Ну а ты как хотел? Это же скалы. Ну, обычно я хотел чистые скалы и чистые речки. Например, как в Адыгеи на реке Белой. А ты шо? А знаешь, как в Адыгеи часто белая? Она белая только номинально называется. Ну, в то время, когда она чистая, белая и чистая. Она не бывает белой никогда. Она либо изумрудная, либо грязно-коричневая. Изумрудная нам пойдет. Друзья, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и погнали дальше.